Когда в Кубинке выбирали место для новой поликлиники, возможных вариантов было несколько, но решили остановиться на Армейской 16. Это бывшее помещение Министерства обороны, которое было передано на баланс муниципалитета почти целиком, за исключением подвала. Именно там и ожидал строителей неприятный сюрприз в виде серьезного подтопления, последствия которого приходится устранять до сих пор. Система дренажная оборота, по периметру стоят колодцы, я туда залазил даже, люк, водичка течет, но слабо течет. То есть она как-то вот, может быть там это засор какой-то. Теперь в повестке дня подрядчика, ремонт подвального помещения, особое внимание строителю для гидроизоляции и дренажу, чтобы потоп больше не повторился. Но перед этим необходимо решить юридический вопрос и оформить подвал новой поликлиники в собственность поселения. Хотя не первое, не второе не является препятствием для открытия нового медучреждения. Можно вообще наладить нормальные пандусы сделать, мы можем это сделать, как бы люди проходили, безопасно, сделали ручки. Даже при проведении работы, мы можем на день, на два перекроем, или будем в выходные дни выполнять те работы, которые условно... Я о чем понимаю, вот если сделать из досок на стилы, поставить эти перила и написать, извините, временно ведется работа, я думаю, что людям получать медпомощь уж лучше здесь, чем не здесь. Ремонт первого и второго этажей новой поликлиники завершен. Буквально на днях из областного бюджета поступили деньги на закупку необходимой мебели. Все идет по плану. Уже летом здесь начнут принимать пациентов, терапевты и специалисты. Сейчас где-то порядка месяца надо на то, чтобы прошли конкурсные процедуры, была поставлена мебель. После этого мебель, оборудование здесь все монтируется, проходит лицензирование, приезжает комиссия. И в принципе на следующий день можно открывать это медицинское учреждение. Если на Армейской 16 объект будет полностью готов к середине августа, то на Нарафаминском шоссе крайний срок – середина июня. Открыть здесь поликлинику планировалось раньше, но бюрократические проволочки помешали. Оборудования достаточно, мебель будет поставлена, собрана, очередная будет финишная отмывка. Я хотел бы, чтобы открылась эта больница в конце мая, но говорят о том, что недостаточно персонала, все-таки с тем, чтобы все собрать, все подготовить, но в общем это первая декада июня. Ну вот первая половина июня на Нарафаминском шоссе 38 поликлиника будет открыта. Не будут закрыты и те амбулатории, врачи которых займут новые кабинеты в открывающихся поликлиниках. Медицинская помощь должна быть в шаговой доступности, уверен Олег Рожнов. А это значит, что необходимо проанализировать посещаемость этих учреждений и внимательно осмотреть состояние помещений, чтобы в случае необходимости запланировать там ремонтные работы. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.